Русско-французская кухня 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 А у нас бывает такое, я готовлю кушать. Подходит ребенок, я хочу тебе что-то помочь. Папа, наоборот, нет, потому что мужчины не должны готовить. Безумно нравится. Я считаю, это все-таки зависит от внимания. Может, как говорят мальчикам, ласки не хватает. Может, из-за этого. Он очень любит готовить. У нас суббота, воскресенье, выходные дни. Мы с детками готовим или блинчики, или какое-то мясное блюдо, или пиццу. Я считаю, все, что касается внимания, где есть внимание ребенку, им это нравится. А то, что готовить, а потом то, что они готовят своими ручками, потом еще и кушают, я считаю, это супер. В ресторане Шариков такая есть традиция. Каждое воскресенье у нас проходит детский кулинарный клуб. Мы сделали сейчас такие новые буклетики, где расписана программа. И детям, конечно, интересно начинать самим готовить. У нас будут изразы, драники. Дети очень любят пиццу готовить. Самое, что будет интересное для деток, это уже как бы пасхальные куличи и пысанки. В перерыве процесса готовки с ними занимается аниматор. А потом уже, когда готово их блюдо, которое они приготовили, они могут угощать своих родителей, могут кушать сами, могут забирать домой и хвастаться своими шедеврами дома, бабушкам, дедушкам, мамам, которые не смогли прийти. И, конечно, для них это очень почетно. Мне тут раньше готовить. Я сегодня готовлю вкусный сок, пирог, а еще кисель. Я думаю, что я попробовала первое, и мне понравилось. И я подумала, что все эти блюда очень вкусно готовят. Я очень хочу, чтобы маме и папе это все понравилось. Буду в этот ресторан с радостью ходить. Что мы сегодня готовим? Я так поняла, что у нас не одно блюдо сегодня будут готовить наши детки. Это сразу несколько блюд, поэтому рассказывайте, что готовим. Мы сегодня приготовим два напитка. Один мы уже приготовили, это кисель. Мы еще приготовим апельсиновый чай цитрусовый. Мы сделали уже яблоко, фаршированное сухофруктами. И мы сейчас будем делать маковый пирог. Все у нас меню абсолютно постное. Ну, дети, понятное дело, у нас не постуют, но это не только постное, это полезное очень все. Потом оформим все красиво, выложим на тарелочку, нальем чаек и попьем, с киселем, с чаек. Это след от кракомота. Или это пикизил? Нет, конечно, да, конечно. Будь уверен, не гадай. Баба-яга страшная? Не очень. Не очень? Почему? Баба-яга всегда злая и страшная. Так обычно бывает. Она потому, что у нее не настоящая метла, это игрушечная. Да ты что? Она сна одевает. Я подтверждаю его. Да ладно, ребят. Посмотрите теперь внимательно. Посмотри еще раз. Веревки там. Веревки. Это мой 321 нос по счету. Ты думаешь, мы их не меняем? Я тебе еще покажу. Тогда покажите свою магию из рук. Смотри, какую я магию делаю. А хочешь попробовать эту магию? Давай, пробуй. Соглашись и пробуй. Не хочешь? Давай. Эть. Рыбка еще пошире. Шире рот открыть надо. Эть. Оп. Ну и как, скажи, ничего? Вкусно? Гадостно? А тебе что, землей накормили или чем? Не землей. Ну я так поняла, что ты не хотел сначала готовить вообще? Да. Не хотел? А почему? Сначала не хотел. Я просто не знал. Не знал, как готовить, да? Ну тебе рассказали? Я не знал, зачем этот конкурс, я просто не знал, что будет. Ну тебе понравилось уже готовить или не очень? Что вы вообще сейчас готовите? Ну, столько что готовили вот сук, а сейчас не знаю, что. Мария, я так понимаю, что вы сегодня по-настоящему готовите разные блюда, да? Что вы уже там сегодня приготовили? Сегодня мы готовили кисель и пирог. Вы вообще когда-нибудь с мамой что-нибудь дома готовите или нет? Маме помогаешь? Да. Как ты маме помогаешь? Что ты с мамой готовишь? Блины готовила, все готовила. Ничего себе. Мама, у тебя настоящий кулинар. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok